Началось. Россияне снова скупают тесты на ковид, маски и антисептики. Продажи выросли, а цены упали. Сельская ипотека теперь будет бессрочной. Что изменилось в условиях и кому ее не дадут? И каждый седьмой татарстанец в этом году собирается просить повышения по службе и зарплате. Результаты опроса аналитиков рынка труда. Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас от новости экономики. Здравствуйте. Продажи экспресс-тестов на коронавирус за месяц выросли в 2,6 раза, заметили аналитики чек-индекса. Они изучили больше миллиона чеков и увидели, что в среднем, оплачивая такой домашний тест на ковид, покупатели отдают 970 рублей. За год тесты подешевели почти вдвое. А вот средний чек на противовирусные лекарства сегодня 507 рублей. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Таких лекарств в июле жители страны купили наполовину меньше, чем в прошлом году. Этим летом нет сложности с покупкой таких средств, отмечают эксперты, как и медицинских масок и антисептиков. Кстати, их тоже со второй половины июля стали покупать больше. Объемы продаж прибавляют по 15-20% в неделю. И, видимо, это только начало. В некоторых регионах уже вернули маски, в том числе в Татарстане. Управление Роспотребнадзора по республике рекомендовало жителям носить маски в общественных местах, в транспорте и на работе. Сельская ипотека в России стала бессрочной. Такое постановление подписал премьер страны Михаил Мишустин. Напомним, по этой программе жители сел и малых городов могут получить кредиты на покупку или строительство жилья по льготной ставке 3% годовых. Максимальная сумма, которую даст банк – 3 миллиона рублей. Еще столько же можно взять на покупку земли для строительства. О других условиях нам рассказали эксперты. Главное условие – это приобретение жилья или дома, который находится не на территории города, а в населенном пункте порядка 30 тысяч человек. То есть, если вы приобретаете образно в усадах под Казанью, достаточно небольшая доступность расстояния и вообще радиус удаленности от города, то вы уже можете предназначить на сельхозапотеку. Это, я считаю, победитель и лидер среди всех ипотечных условий. Из новшеств сельской ипотеки этого года теперь участок под строительство может быть не газифицирован. Раньше наличие газа было обязательным условием. И теперь заемщик обязан прописаться в сельском доме, который купил, и раз в квартал подтверждать эту прописку, сообщать об этом банку. Добавим, что с начала действия госпрограммы Татарстанцы оформили больше 2000 сельских ипотек на 7,5 миллиардов рублей. Самые желанные районы – Пестричинский, Лаишевский и Высокогорский. Каждый седьмой работающий татарстанец в этом году собирается попросить у своего начальства повышение по службе и, соответственно, в зарплате. Узнали на этике «Хэтхантер». Интересно, что в среднем по стране хотят получить повышение только 10% опрошенных. Топ-3 самых амбициозных регионов в этом смысле выглядит так. На первом месте наши соседи, трудящиеся из Башкортостана. Там 17% опрошенных хотят карьерного продвижения. На втором месте Татарстан и Санкт-Петербург по 15%. На третьем – жители Московской области 14%. А вот меньше остальных думают о повышении жителей Томской, Челябинской и Свердловской областей. Там таких ответов было по 3-5%. В разрезе профессий больше других хотят получить повышение IT-специалисты, маркетологи, а также специалисты из сферы добычи сырья – по 16% опрошенных в каждой сфере. Не откажутся от карьерного роста еще 13% опрошенных HR-ов, а также по 12% представителей сферы производства и строительства. Реже других ждут повышение работники из сферы автобизнеса – лишь 5%, а также специалисты из области продаж и обслуживания клиентов – 7%. Российские отпускники этой осенью намерены отдыхать дома в России. Большинство, 80% ответили так на опрос РТ. Москву, Санкт-Петербург и Сочи выбирают чаще всего. Кстати, в Сочи перелет самый дорогой – 12,5 тысяч рублей. В Москву 8,5 тысяч – это данные сервиса One Two Trip. Его специалисты отмечают, что Казань как место для отдыха этой осенью тоже стали выбирать чаще. Бронирование авиабилетов в нашей столице выросло на 20%. Эксперты считают, что такой спрос на внутренний туризм вызван стартовавшим осенним кэшбэком. Напомним, государство вернет 20 тысяч рублей за путешествия по стране и 40 тысяч при поездках на Дальний Восток. На синий кэшбэк выделено 3 миллиарда рублей. Воспользоваться им, как ожидается, смогут 600 тысяч человек. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами и до встречи.